Всем привет на канале AllDutchman. Сегодня мы с вами продолжаем тематику мигрантов, беженцев, вот этих вот нелегальных, идущих в Германию сплошным нескончаемым потоком их преступлений и то, как полиция пытается пресекать эти преступления. С апреля месяца до сих пор криминальная полиция Франкфурта на майне ищет двух молодых парней, вот можете посмотреть на их личики, которые пытались в районе вокзальной площади убить одного человека. Первый вопрос. По сообщениям полиции произошло следующее. В один из апрельских дней, примерно в 14.30 на привокзальной площади в городе Франкфурт на майне, два молодых парня остановили 30-летнего, с которым вступили в перепалку. Эта перепалка переросла в применение со стороны вот этих вот парней газового баллона с целью, скажем так, обездвижить вот этого противника. Следом за газовым баллоном пошел вход нож. Эти ребятушки нанесли своему противнику несколько ножевых ранений. Люди, конечно, со стороны все это видели, но я сам сколько раз бывал во Франкфурте на майне. Я прекрасно знаю вот эту вот привокзальную площадь и знаю, как там люди реагируют на то, если где-то начинается какая-то потасовка между наркоманами или алкоголиками, бандитами или кто-то из них кого-то избивает. Люди стараются просто молча поскорее удалиться от этого места, чтобы, не дай бог, не быть втянутыми в эту же потасовку. Полиция там курсирует постоянно, но это не значит, что полиция может быть абсолютно везде одновременно. Пока подоспела полиция, эти ребятушки успели нанести несколько ножевых ранений своей жертве, повалили его на землю, пытались его убить. Они пытались его просто-напросто уничтожить. Что послужило причиной для такого нападения на этого человека, полиция пока еще не знает, потому что все еще находится в поиске вот этих вот двух отморозков среди белого дня, напавших на человека. Человек после того, когда его перевели из реанимации на восстановление в обычную палату, с ним разговаривали следователи. Следователи так и не смогли от него добиться того, чтобы он сказал, знает ли он этих ребят или нет, почему они на него напали. Он молчит. То есть получается, что опять-таки мы сталкиваемся с моментом, когда приехавшие сюда мигранты из того же самого Туниса или из Афганистана или еще откуда начинают передел своих криминальных территорий. Если кому-то понравилась где-то какая-то площадь, он считает эту площадь автоматически своим местом и начинает рыпаться против тех, кто дает немножко слабину. Среди вот таких вот мелких криминальных элементов такое встречается достаточно таки часто, когда людишки вот такие вот приехавшие в чужую страну, вместо того, чтобы интегрироваться в жизнь этой страны, адаптировать себя, подстраивать себя под законы, порядки и традиции этой страны, начинают делать попытки продвижения своих каких-то криминальных порядков, криминальных понятий в этой стране. Если этих ребятушек поймают только в том случае, если он расколется, вот этот вот человек, жертва вот этого нападения, в результате которого полиция, если бы они не подосмели вовремя, то сегодня этот человек уже не жил бы. Но если он все-таки расколется, то тогда полиции станет известно, кто эти ребятушки, что они от него хотели и почему они на него напали. Может быть действительно шел передел территорий среди вот этих вот мелких криминальных элементов. А теперь давайте идем дальше. Многие, ужасно многие люди твердят у нас на канале под различными видео, в комментариях, мол, почему мы здесь терпим вот этих вот украинских беженцев, приехавших сюда. Мол, даже кто-то написал, типа когда они бежали из Украины, то женщины вот этих вот украинских беженцев старались сразу купить себе туфли на высоком каблуке, короткие юбки, нагнать себе силикона в губы, чтобы здесь устроиться на соответствующую работу. Вы знаете, вот такие вот высказывания просто-напросто противоречат человеческой культуре, это раз. Второе, не надо сравнивать всех под один, скажем так, канон, под один эталон. Если у вас есть какие-то стереотипные понятия, мышления о том, что где-то кто-то занимается каким-то вот паскудным делом, это не значит, что абсолютно все беженцы, приехавшие сюда из Украины, занимаются этим паскудным делом. Ни в коем случае. Очень многие люди стараются работать, стараются найти себя и стараются интегрироваться в жизнь в Германии. Ну, конечно же, есть среди них те, кто до сих пор не хочет работать. Я уже писал в ответе под одним комментарием, сейчас говорю открыто, что я сам знаю таких людей, которые по несколько раз сдавали экзамен на немецкий язык, заваливали этот экзамен и шли опять на курсы, чтобы учиться дальше, хотя они прекрасно разговаривают на немецком языке. Но по каким-то своим непонятным причинам они не хотят здесь работать. Им нравится получать Бюргергельд, хотя его сейчас начинают срезать, потому что Бавария все-таки это единственная здравомыслящая земля на территории Германии, которая требует от своих жителей, от своего населения отдачи, потому что денежная казна, она рано или поздно закончится, если туда не будут ложить дополнительных каких-то средств. Эти же Бюргергельд не просто так откуда-то появляются, это же из налогов предприятий, простых рабочих, которые работают сутками и платят государству налоги для того, чтобы эта казна пополнялась. Так вот из этих налогов и платят Бюргергельд таким людям, как, допустим, украинские беженцы или вот эти вот другие мигранты, хотя вот этих вот мигрантов, которые приехали сюда из Туниса, Афганистана, Алжира, Сирии и так далее, здесь в Баварии, их уже посадили на эту Бецалькарту. И вот что интересно, мне многие люди говорят, да все это фигня, мол, типа я сам видел или я сама лично видела, как уже практикуют покупку радиоэлектроники в магазинах, там в медиамаркте, купил телевизор, пошел сдал, купил телевизор по Бецалькарте, ну допустим, нашел дешевый телевизор по Бецалькарте. Вы хоть знаете, сколько начисляют на эту Бецалькарту, что такое говорите? Нет, не знаете, поэтому не надо такие байки рассказывать. Так вот, многие пишут, одна женщина написала, что она лично видела, как беженцы вот такие вот по своей мигранты, по своей Бецалькарте в медиамаркте купили телевизор, вышли, потом на следующий день пришли, сдали этот телевизор и им выдали деньги обратно наличные. Это подействует на тех, кто действительно не в курсе событий и не знает, как существует, работает вот эта система возврата товара в магазине медиамаркте. Если ты там что-то купил и пытаешься все это сдать обратно, тебе могут только в первый день вернуть деньги. Начиная со второго дня тебе выдают гудшайн. Это такой купон, который содержит эту сумму, оплаченную тобой за какой-то товар и вернутый, возвернутый обратно в магазин. То есть ты получаешь вот эту вот карточку и на этой карточке, допустим, сумма 200 евро. И вот на эту сумму по этой карте ты можешь купить что-то другое в этом же медиамаркте. Ну или в любом другом филиале медиамаркта. Но не получишь наличными деньги обратно. А если по Бецалькарте покупать какой-то телевизор или еще что-нибудь, денег на этой Бецалькарте, увы, не хватит. Потому что если вот эти люди, которые пишут такие комментарии здесь у нас на канале, говорят такое вот, то пусть, может быть, они нам расскажут, какова сумма пособия вот этим вот мигрантам-беженцам, которая начисляется по Бецалькарте. А мы послушаем, раз они такие умные. Многие еще утверждают, что вот они могут купить себе каких-то тряпок, шмутья одежды, потом пойти сдать или пойти перепродать. Ну, во-первых, чтобы перепродать это, нужно иметь клиентуру. А так просто здесь вещи не продают с рук на руки. Это не фарсовщики, это здесь не базар. И на улице, если кто-то где-то увидит, что кто-то кому-то перепродает, на него тут же заявят, его загребут в полицию. Эти мигранты здесь этим не занимаются, поймите. Может быть, в какой-то другой земле в Германии существуют такие вот разовые моменты, когда какой-то мигрант попытался купить, допустим, дорогую водку или еще что-то, перепродал ее каким-то алкоголикам на улице и заработал таким образом деньги. Алкоголики не имеют таких денег, чтобы заплатить, допустим, он купил бутылку виски за 20 евро, чтобы они ему дали 20-ку. Они ему дадут максимум десятку. Максимум. А не понравится, так еще по морде дадут и заберут эту бутылку с собой бесплатно. Поэтому, когда такие люди у нас на канале под различными видео пишут всякую ерунду, в первую очередь они, наверное, рассчитывают на то, что мы примем это за чистую монету. Увы, они ошибаются, потому что все это вранье. Все это делается для того, чтобы в первую очередь очернить вот этих вот мигрантов и показать всю хромоногость вот этой вот системы, по которой выдается бицаль карта. Мигрантов сейчас стало намного меньше. Намного меньше. И Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии, выступил с требованием к Нэнси Фезер, после того, когда она очень гордо заявила о закрытии журнала Компакт, якобы он ультраправый, ультраэкстремистский журнал, который разжигает межнациональную рознь и т.д. Маркус Зёдер выступил против этой Нэнси Фезер и сказал, «Вместо того, чтобы закрывать журналы или какую-то прессу, вы бы лучше закрыли границы, потому что благодаря тому, что у нас стояли полицейские наряды вот эти на границе во время проведения чемпионата Европы по футболу, было задержано свыше нескольких тысяч нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Германии». И это факт, подтверждаемый статистикой из полиции. Он потребовал, чтобы граница оставалась закрытой и дальше. Мы не можем быть уверены в том, что как только закончится вот этот вот чемпионат, вернее, он уже закончился, что толпа мигрантов тут же куда-то схлынет. Ничего подобного. Они как шли, так и будут идти. Но Нэнси Фезер сказала, «Нет, вот сейчас начнется Олимпиада в Париже, вот тогда мы перекроем границу между Германией и Францией, чтобы оттуда мигранты не шли сюда». Вы знаете, это маразм. Это просто маразм. Во Франции мигрантов намного больше, чем в Германии. Вот этих нелегалов из Алжира, из Туниса в первую очередь. Там их очень много. Они там припеваючи живут. Они не хотят ехать сюда. Они прекрасно знают, что здесь им так просто не будут давать пособия. Их здесь заставят ходить на работу или сидеть на бицалькарте. Германия уже зажимает, заворачивает эти гайки все больше и больше, чтобы этих мигрантов хоть как-то адаптировать к жизни в Германии. Если они так рвались в Германию, хотели здесь жить, пожалуйста, доказывайте свою лояльность и толерантность к немецким законам, к тем интересам, которые каким-то образом все-таки проникли даже в немецкую политику. И теперь правительство в Германии говорит, что нужно относиться с пониманием к людям, которые не могут понять, мужчины они или женщины. А может быть, они что-то среднее. А может быть, они какие-то метунтяне, рептилоиды. Или какие-то стулья на трех ножках. Нужно их понимать, нужно их принимать. Вот эта вот дрянь залезла в правительство. Уже вот в правительстве такое вот говорится. Но если эти мигранты, к примеру, акцентируют вот это, вернее, акцептируют вот это вот, то, что говорит правительство, то они могут здесь оставаться. Конечно, с простым людям это не нравится, то, что говорит правительство. Простые люди встают в штыки против того, что, допустим, в различных местах общественного скопления, скажем так, на стадионах или в каких-то там аренах, вдруг сейчас начали появляться туалеты, вот эти вот гендерные, типа туалет для мужчин, туалет для женщин, туалет для матерей с детьми, где столик, чтобы можно было памперсы, подгузники поменять. И туалет для тех, кто не определился, кто он, мужчина или женщина. Так вот в эти туалеты пытаются заходить следом за женщинами какие-то маньяки. И многие люди уже просто-напросто отлавливают этих маньяков и прямо на месте их там воспитывают. Один мужчина, вот пример, живой пример. Один мужчина со своей дочерью был на каком-то стадионе, и она захотела в туалет. Девочке 12 лет. Он пошел вместе с ней, остановился около двери в туалет, девочка пошла в туалет. Следом за ней идет переодетый в юбочку, в такую вот кофточку, накрашенный в паричке, с кухниками. Мужик этот сказал, ты куда? Вы что ко мне цепляетесь? Я иду в туалет. Он пошел вон отсюда, блин, там мой ребенок, пока мой ребенок там-то сюда не зайдешь. Этот переодетый якобы транс начал кричать, что его принижают в человеческих достоинствах, да что это такое. Да я сейчас позову полицию. Позвал полицию, пришла в первую очередь охрана вот этого стадиона. Начали выяснять, в чем дело, что такое. Он как это, мол, типа, я, хоть я в теле мужчины, но я чувствую себя женщиной, а вот этот вот отморозок не пускает меня в туалет справить в нужду. И тут из туалета выходит дочка этого человека. До охраны сразу доходит, что произошло. Охранники этому трансу открыто сказали, если ты не хочешь стать анатомической женщиной, у нас тут ножницы недалеко, то ты сейчас пойдешь в туалет для мужиков. Или потерпишь до дома. Если не будешь терпеть, не пойдешь в тот туалет, пойдем с нами. У нас ножницы здесь, мы проведем быстренько операцию. И у тебя все сомнения, мужчина ты или женщина, тут же отпадут. Этот расплевался, раскричался, обиделся, развернулся и ушел. Вот так вот. Вот так вот. И вот этой вот дряни, вот этой дряни способствуют наши зеленые, сидящие в правительстве. Зеленые. От них надо избавляться. И в первую очередь Бавария говорит о том, что зеленых в правительстве быть не должно. Благодаря вот этой вот зеленой партии, вот этой Аналине Бербок, замешанной со своим министерством иностранных дел на выдаче виз по подложным фальшивым документам различным мигрантам, криминальным элементам из Афганистана и Пакистана. Благодаря вот этому Роберту Хабеку, министру экономики, которые не соображают, что Нидерланды и Голландия, блядь, это одна страна. Благодаря всем вот этим вот зеленым балбесам в стране такой бардак. И их в первую очередь в Баварии в правительстве видеть не хотят. Посмотрим, что у нас будет в следующем году на выборах. В любом случае, в любом случае, мы надеемся всегда на лучшее. Как говорится, надежда умирает последней. Ну и да, конечно, не забудьте подписаться, поделиться видео с друзьями, колокольчик, лайк. Ну, если кто желает, конечно, это не принудительно, но кто желает, поддержать наш канал финансово для дальнейшего его развития и более лучшего, скажем так, информационного поля для всех. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok